Ничего себе! Я вот сейчас на канале Россия катаюсь с Мадонной. Мне было прекрасно. Друзья, если хотите увидеть дуэт у себя в городе Мадонна и Дима Билан, пожалуйста, приглашайтесь за... в общем... договоримся. Очень большие. Не, надо реально четыре конька одеть хотя бы так. Мне надо тоже тренироваться. Ты думаешь, это так легко одел, как корову, чтобы с того-то... А мне будет легко. Почему? Потому что я люблю в детстве ходить на руках. О, Боже! Знаменитый Дима Билан родился по знаком козерога, нетипичный козерог. У меня некоторые есть вещи от стрельца, некоторые от козерога. Поэтому я читаю гороскоп всегда за два знака. Там, где мне наиболее нравится вообще как бы то, что должно быть на этой неделе, я с удовольствием принимаю вот эту позицию. Либо стрельца, либо козерога. Раз, и два, и три. Елена Бережна – это сильно выраженные весы. Она очень чистолюбивая, особенно в профессии, но у нее нет звездной болезни. И вот такие женщины должны носить на руках. Союз козерога и весов на льду, конечно, самый лучший. Они будут бодаться. Такой союз может быть только временным. Почему же не получается? Раз, два. Почему же не получается? Блин, я сошла от него. У меня характер меняется через каждые два года, так что очень сложно. Хочу бы узнать, кто там звонит. Нет, все-таки сложно, когда у тебя вместо рук копыт. Копыт. На сцене любимый ученик Ози Осборна Сергей Скачков, культовый коллектив «Земляне». На льду пара номер 13 Дима Вилан, олимпийская чемпионка Елена Бережная. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, и видим сны. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чемпион Евровидения Дима Билан и двукратная чемпионка мира Елена Бережная. А также на сцене группа «Земляне». АПЛОДИСМЕНТЫ Сереж, думали ли вы, что у вас будет подтанцовка из Димы Билана и Елены Бережной? По-моему, неплохо получилось. Он сказал «поехали» и поехал ведь. Мне кажется, им не хватало еще стрелки и белки. Да-да, тоже было бы неплохо. Дорогие друзья, нам сегодня помогала группа «Земляне». Спасибо большое, ребята. Дим, с чем связан такой имидж на уровне головы? Это все старания наших замечательных костюмеров, дизайнеров и стилистов, которые работают за кулисами. Я хочу им сказать спасибо за то, что они облачили нас с Леной в такой жаркий-жаркий костюм. Дорогие друзья, я бы что-то спросил у жюри, но мне мешает ракета. Она как фаллический символ тут. Коль, ты в принципе любишь эту песню, она у тебя вместо гудка в телефоне, да? Да. Смогла ли наша пара передать драйв этой композиции? Вначале я подумал, что это реклама новых советских пылесосов. У меня такое впечатление было, что сегодня Дима не понимал, на чем он танцует. На руках все-таки или на ногах? Вот. И, Дим, на самом деле, блистательные танцы, которые были до этого. Ты меня сегодня, если честно, я же, как говорится, твой фанат, на льду всегда был. Но мне показалось, что ты сегодня начал танцевать на льду, а не заканчиваешь. Существует опасность того, чтобы не перепутать поддержки, не взять, например, из следующего номера, который мы будем катать чуть попозже. Это вот действительно страх. А что касается вообще песни, мне кажется, песни это самое лучшее олицетворение 80-х годов. И мне кажется, это тоже сыграет свою роль. Спасибо большой группе, которая сегодня нас сопровождала. Спасибо вам огромное. Ну, Коль, на том мы и люди разные. Да, но мне понравился финальный танец вот этих двух коньков. Он был очень зажигательный. Елена Анатольевна. К сожалению, Дима, немножко, в отличие от песни, вот такого зажигания не произошло в катании, да? Вы чуть-чуть почувствовали мощь припела и постарались вот на припев взять свое. А все, что было между, было чуть-чуть сыро. Хотя идея хорошая и действительно кататься на руках довольно тяжело, но до этого надо больше вниз наклоняться. Ты делал очень сложные поддержки. Этому невозможно не восхищаться. Но было очень много помарок, к сожалению. Были моменты, когда было действительно опасно уже. Ты знаешь, уже в черте с этими оценками, лишь бы ты был жив. Потому что я думаю, что гораздо хуже отнесутся твои поклонники к тому, если ты что-либо повредишь. Я надеюсь, что ты сейчас соберешься и вторым танцем нас очень порадуешь. Таня, какой из элементов, которые ты сейчас увидела, ты делала уже на нашем проекте на льду? Для элементов есть профессионалы. Я сужу и ловлю эмоциональное впечатление. И мне номер понравился. Находки, оригинальность, стремление выполнить что-то необычное и найти образ. Эквивалент этой прекрасной песни. Помарки были, да, но и эмоции тоже были. Спасибо. Комментировать – это не мешки таскать. С этим согласен Дмитрий Губернин. Прекрасный грим, прекрасные костюмы. Мне кажется, что нужно было назвать корабль не «Восток», а «Союз». Стыковка с американцами неминуема. Посмотрите, какие высокие поддержки. Браво! И складывается ощущение, что костюмы немножко мешали только в начале. А ведь попробуй покатайся, когда твое тело не дышит, когда ты уже там в открытом космосе. Я хочу сказать, что очень сложное было катание, но Билан все-таки по большому счету справился. Да, может быть, по темпу. По темпо-ритму, как сказал бы Николай Цискоридзе. Ребята не совсем выдержали это выступление. Но посмотрите, как они стараются. В этих костюмах еще никто не катался. Ну а уж летающие коньки с шариком, где написано «СССР». Вы знаете, мы опять выиграли у американцев эту битву за космос. Спасибо, Лена и Дима. Фанаты Билана требуют 6-0. Посмотрим, что поставит Елена Анатольевна Чайковская. 5-5. Игорь Бобрин. 5-5. 5-5. Николай Цискоридзе. 5-0. Вот она, жесткая профессиональная оценка. Татьяна Догилева. Сработает ли на контракте? 5-5. Сергей Дорбатенко. 5-5. И Николай Басков. 5-0. И общий балл 32. Мы все спорили. Почему вы все-таки как-то не использовали вот этот фаллический символ в танце? Я все ждал этого вопроса. Я ждал. Мы можем специально в сегодняшней праздничной программе, Коль, тебе его подарить. Подарите его Баскову, пожалуйста. Он на нем улетит. Коленька, его можно еще как квартиру использовать? Да, кстати, Коль, ты прекрасно поместился. Ты хорошо здесь встанешь. Я думаю... Калюня, соглашайся, Калюня. Главное, главное, не требуй сразу крышку. Хорошо, чтобы мне не предложили полежать. Очень качественная фанера, кстати. Ну что ж, уважаемые друзья, 32 балла получает пара Елена Бережная и Дима Билан. Спасибо вам, ребята. Готовьтесь к следующему номеру.